Мастер Махань Цин родился 19 сентября 1920 года в Пекине. Боевым искусствами он начал заниматься с 8 лет, начав изучать стиль Тайди Суань У у мастера Ян Юн Тина. В 14 лет Ян Юн Тина отвел его к 80-летнему мастеру Майюн Луну, у которого он начал заниматься такими стилями, как джат Суань, шаолин Суань и стиль Тан Туй. Также до 39 лет мастер Махань Цин занимался и обучался таким стилем, как бадзи Суань, сины Суань, тумбей Суань. Также он знал 72 метода захвата цена, изучал классические виды оружия, искусство метания дротиков. На протяжении долгого времени Махань Цин также помогал преподавать стиль Тайди Суань У мастеру Ян Юн Тину. И в 1558 году он стал национальным чемпионом в всекитайском турнире боевых искусств, выполняя длинную форму Тайди Суань в стиле У, а также стал чемпионом по туэшову. В 1559 году мастер Махань Цин знакомится с мастером Чин Юн Тао, который является мастером по стилю богомощности координации, богомощности скосливой. И на протяжении 20 лет занимается у него стилем богомол. Из них мастер Махань Цин 8 лет посвятил наработке Гошо, ограниченным свободным поединком, который они прорабатывали мастером Чин Юн Тао. В это время уже все парные работы, все поединки были в Китае запрещены. И лишь благодаря тому, что мастер Чин Юн Тао являлся замминистра строительства КНР, им удавалось заниматься парной работой. Во время культурной революции Махань Цин был репрессирован и отправлен в ссылку в город Дацин, где он на протяжении 7 лет преподавал богомол до своего возвращения в Пекин после окончания культурной революции. Когда он вернулся в Пекин, ему предложили должность старшего Таэра, главного Таэра преподавать ушу в Пекинском университете спорта. В это время он обучил много спортсменов, такие из них, как главный Таэр пекинской сборной по ушу Убини и звезда кино Лилиан Зе. Также Махань Цин занимался много преподаванием богомола и особенно сосредоточился на преподавании, когда он вышел на пенсию, обучая много своих учеников. К сожалению, в 1997 году мастер Махань Цин в декабре месяце умер, и после него осталось только его наследие. Богомол Светкосливо Тайзимухай из Тилюхэ. Арсенал Школы Богомолы Это работа руками, работа ногами, броски, локти и, естественно, цена. Конечно, главное в Богомоле это работа руками. И где-то примерно 60-70% техники Богомоля это руки, локти. Обучение Богомоле начинается также с рукой. Работа руками идет на дальние дистанции, средние дистанции, на ближние дистанции. Ну, плюс-плюс локти, работа локтями. Работа руками состоит как из атак, так и защитных действий. Ударов в Богомоле примерно около 50 разных видов и около 40 видов разных защит руками. Хотя в Богомоле главное это руки, но также Богомол богат арсеналом работы ногами. В Богомоле существует 35 разновидностей ударов ногами. Конечно, большинство из них идут от груди и ниже. В основном, как говорили старые мастера, работа ногами идет от пояса и ниже. Ну, конечно, существуют также удары ногами в голову. Но, в принципе, они редко применяются, потому что в основном ноги в Богомоле идут как развитие рук. Что показывается в данном моменте. Локти. Локти в Богомоле это не только сами локти. Это также работа головой, работа коленом, предплечем, тыльной частью запястья. Короче, все части тела в Богомоле это локти. И локти это является очень серьезным арсеналом школы Богомола. Работа локтями в основном идет как развитие техники рук. После ударов, после захватов идет работа локтями. Бывает работа локтями как одиночной, так и сдвоенной. Как в любой нормальной традиционной школе присутствуют броски, заломы и сваливания. В Богомоле также богат этим арсеналом. Броски в Богомоле отчасти похожи на китайскую борьбу Шайцзала, отчасти нет. В основном идет чистая стилевая техника, которая идет после работы руками, после работы локтями. И как завершение развития, когда противник уже находится в таком состоянии, что его может бросить и кинуть. Конечно, здесь в основном демонстрируется техника бросков без развития, чтобы было понятно, как она происходит. Вот такими вещами Богомол очень-очень богат, когда делаются очень опасные приемы. Но они будут работать только после того, как люди научатся делать простые вещи. Работа в парах, работа в поединке. Тогда можно использовать сложный и опасный технический арсенал, заломы. Мастер Маханьцин, как знал отдельно, 72 техники классические цена. Так он, конечно, обладал теми заломами, которые присутствуют в школе Богомолы. В Богомоле изначально была техника, которая потом преобразовалась в связки и связки формы. На основе формы Мэйхуалу будет продемонстрировано, как применяется данная техника из данной формы с партнером. Конечно, есть некоторые вещи, которые в реальном бою устарели, но если их вид изменить, они все работают. Школа Богомола Маханьцин состоит из 24 кулачных форм. Пять канонических. Первая из них ланзе, которая демонстрируется. Она считается первой формой, которая появилась в Богомоле. Конечно, Богомол это, в первую очередь, джаяо избранной формы, которые раньше назывались мишоу, тайной техника. Только те люди, которые были во вратах школы, или вступили в школу, обладали знаниями этой техники. Локти. Вторая форма после ланзе, которая появилась в стиле Богомола. В дальнейшем, за счет набора арсенала, из одной появилось 4 формы. Также в Богомоле есть специальные формы, такие как Батхуй, Гоуфа и другие. Показывается техника Гоуфа, техника Курюка. Этой форме 200 лет. Она сохранилась только в нашей школе Богомола. Других она отсутствует. В Богомоле существует 10 видов оружия. Одно из которых двухручный меч Богомола. Раньше в Китае двухручный меч, неважно Богомола или другая школа, считался всегда мастерским. Чиновники носили дзянь, одноручный меч прямой. Армия была в основном вооружена тесаками. И только двухручный меч считался мастерским мечом. В базовую технику также входит размирка, которую мы решили не оставлять. Она из себя представляет размирку в динамике, размирку на месте. В базовую технику также входит отработка стоек из форм, которые ребята иногда перед парной работой в легкую прогоняют. Обычно формы надо делать лучше отдельно, когда нет парной работы, чтобы тяжело переключаться с одного на другую. И, конечно, ребята учат формы один на один. Нет у нас грубового обучения формам, потому что нельзя передать группе все нюансы, все технические тонкости стиля. Как китайцы говорят, должна идти работа от сердца к сердцу при изучении формы. То есть учитель, тренер должен обучать одного ученика, а не толпу. Ребята, которые у нас тренируются, знают разное количество форм. Кто-то знает несколько, кто-то знает штук 10. Обычно новички, которые приходят, первый год-полтора, они не изучают формы. Они занимаются ударами, умением двигаться на ногах, защитой руками, то есть занимаются парной работой. И уже в дальнейшем, когда есть небольшая база подготовка, через год-полтора начинается изучение форм. Кауда. Набивка. Кауда является одной из разновидностей базовой подготовки в богомоле. Набивается разной части тела. Набивается не только для того, чтобы держать удары, а также можно, чтобы было этими частями тела самому наносить удары. И, конечно, главная часть набивки, это набивка рук, потому что руки на себя принимают основную работу при атаке и при защите. Удары руками прямой, боковой, снизу. Отрабатываются удары в двух стойках. Конечно, начинаются не с этого, начинаются с простых вещей. Но я уже говорил, что, в принципе, мы показываем уже, конечно, результат того, что мы делаем, работа на ногах. А не показываем, как мы тренируемся. То есть тренировка, цель фильма показать, что мы делаем, что из богомол, а не тренировочные упражнения. Это уже идут связки из техник богомола, или те, которые ребята используют в парной работе. Вообще, я хочу остановиться на том, что вся тренировка будет посвящена работе руками. Потому что два года подряд ребята работали только руками. Никаких не было развития ни ногами, ни броски, ни локти. Два года тому назад началась парная работа руками. Год тому назад началась работа на перчатках. Но до этого год была постановка техники передвижения на ногах, техники удара, техники защиты. Вот ребята еще показывают передвижение на ногах, уход в сторону. Это пошла техника защиты руками. Я уже говорил, что в богомоле примерно 40 блоков. Обычно за тренировку, вообще ребята, ну вообще не за тренировку, вообще ребята нарабатывают не больше 10, за тренировку обычно берут не больше 5 техник, потому что все проработать невозможно. Возвращаясь к тренировке, я хочу сказать, что три года тому назад была сформирована команда, которая начала заниматься серьезно парной работой по школе богомол. Учили удары руками, учили защиту, учили передвижение на ногах. Потому что передвижение на ногах, вот ребята сейчас демонстрируют технику защиты руками и смещение на ногах. Это очень важно, уметь двигаться на ногах, потому что когда человек плохо двигается на ногах, он уже сам превращается в мишень. После съемок этого фильма стали добавлять, конечно, мы уже развитие локти, проходы в ноги, удары ногами. То есть стали дальше развивать технику богомола, как она устроится. Где-то примерно через год выйдет следующий фильм, где была показана техника развития рук в парной работе и в поединках. Это работа коллеком. Существует защита и удар. Это уже идет работа на контратаке, когда происходит защита, верхний блок дзя и работа по корпусу. Это уже пошло развитие. Удар по корпусу, защита, удар по корпусу, удар ладонью, бенчуй. То есть ребята начинают от простого переходить к более сложному. Это уже добавление дальней руки. Конечно, на тренировке мы не берем весь технический арсенал того развития, которое они показывают, как их сейчас показывают на защите, потом будут показывать на атаке. Потому что невозможно все проработать. Обычно берутся от трех до пяти техник, которые прорабатываются от простого, сложного с развития на руках. Я еще раз хочу повториться, что пока ноги, броски, локти не брались. В силу того, что невозможно все сразу охватить, иначе это будет каша. Не будет правильных движений, не будет отработанных движений. Это уже пошла другая техника. Пока идет работа через защиту, защита и контратака. Это уже пошла защита, контратака, развитие. Развитие дальней рукой бывает разных вариантов, как сейчас ребята демонстрируют. Или прямой кулаком, или прямой ладонью, или боковой удар. В богомоле простые удары, ну простые удары, подразумевая прямую боковую снизу, они идентичны с ударами, которые в боксе. И, в общем-то, поэтому в боксе это более-менее развито, хорошо эти удары руками, более правильные с точки зрения динамики, защиты. Мы их отрабатываем обязательно. И плюс, конечно, удары руками в боксе это наиболее реальные вещи. Поэтому ребята их изучают, чтобы предстоять наиболее достойному противнику. Это они показывают два варианта. Шуан-фэн и удар. Смотрите, до этого был удар сверху, сейчас идет шуан-фэн удар ребром ладони сбоку. Удар наносится или по шее, или по челюсти, или по виску. Это уже пошла работа через атаку. Разные варианты. Передней рукой, естественно, вторая рука прикрывает корпус. И, конечно, все время движение на ногах. Потому что, еще раз повторяю, стоять на ногах нельзя. Превращаешься в мишень. Это уже пошла работа на атаке, и потом уже дальнейшее ее развитие. Вот как раз, ребята, работают отдельные связки атака, защита и снова атака. Такой же принцип, только уже через другую технику. Если до этого был верхний блок дзя, то сейчас идет лоу и развитие атаки. Атака, лоу и развитие. Сейчас уже атака лоу, шуан-фэн. Удар печи сверху. И развитие ее. Парная работа. Теория без практики и ничто. Если в традиционную школу хушу делают только формы, не работают в парах, то это уже не есть тот свань-фа, тот кулачный бой, который существовал в Старом Китае. В начале парной работы всегда ребята начинают отрабатывать движение на ногах. Разные варианты подрезания, подсекания. Конечно, салки руками, которые учат работу в дистанции, умение развергивать, умение двигаться на ногах. Защита руками. Парная работа начинается с защитой руками. Вначале обычно делаются, ну, практически движения на месте, небольшие шашки. Разные варианты нарабатываются в легкую, но и чувствительность на технику. В дальнейшем добавляются движения на ногах. И уже защита отрабатывается на ногах. Богомол, и точнее его парная работа, называется гуршоу. Гуршоу состоит из трех этапов. Чхайшоу, разъяснение применения техники форм. Само гуршоу, отработка парной работы. И третье, саньшоу, вольный бой. Чтобы подойти к вольному бою, надо обязательно отрабатывать гуршоу. Гуршоу состоит из шести этапов. Первый этап. Это как раз то, что делают ребята. Один атакует, второй защищается. Второй этап. Это защита и ответный удар. Третий этап. Добавляется защита. Потом идет развитие до трех ударов руками. Дальше идет развитие ногами. Развитие, добавление развития локтей, броски. Или ближний бой, грубо говоря, заломы. Вот так строится непосредственно парная работа по школе Богомол. И это все дает возможность перейти к поединку по заданию или к вольному бою. Пока ребята демонстрируют разные техники защиты руками. Которые я уже говорил, что все защиты руками мы из 40 мы не берем. Мы берем только где-то 10. И из них, опять же, за тренировку отрабатывается от 3 до 5. То есть, в зависимости от задания, которое поставлено на тренировке. Потому что тренировки строятся совершенно по-разному. Может быть, тренировка посвящена только вот такой работе, разной руками защиты. Может быть, тренировка посвящена работа сначала руками, потом контр-атака и работа на перчатках по заданию. А потом поединки. А могут быть, вообще, тренировка посвящена только одним поединком. по заданию вольным боям. Это уже пошла работа. Первый номер атакует, второй защищается и контратакует по корпусу. И второй номер защищается. Это уже идет добавление. Другая техника добавления движения на ногах. Заход. Я уже говорил, что нельзя как бы двигаться вперед-назад. Надо уметь двигаться, смещаться по кругу. Это один из принципов в нашей школе Богомола. Хотя есть школа Богомола, где его нету. Там будет движение только вперед-назад. Это уже идет развитие. Защита, удары, развитие. Здесь ребята отрабатывают разные виды техники. Один, потом другой. Атака. Атака, защита, шван-фэн, парное запечатывание. Удар ребром по шее и смещение по кругу. Развитие техники. Это уже пошла техника в разнобой. Первый номер работает от прямого удара, второй делает защиту и контратаку разными вариантами. Разными вариантами защитами, разными вариантами уже контратаки. Это уже пошло добавление второй руки. То же самое задание, добавление второй руки. Это уже пошла работа через атаку. Один атакует, потом защищается и контратакует. Работа против разноименной стойки. Здесь они отрабатывают. Один отрабатывает двойку не спеша, второй отрабатывает защиту и контратаку. Соответственно, заходом под партнера, заходом ногой. Отработка от удара. Ответом круговым ударом, прихват лоу, круговый удар. Плюс ноги мешают ноги обязательно. То есть богомол это не только как бы работа ногами как удара, это обязательно. Все время в ходу ближнюю дистанцию, все время чтобы нога мешала ногам партнера или противника. Это уже идет развитие разноименной стойки. Та техника, которую сейчас демонстрируют, ребята, очень похожа на то, что в свое время мастер по богомолу Хао Хэнлу использовал на лэйтай, из-за чего стиль назвали мэйхуа. Цветок слива. Цветок слива имеет пять лепестков. Хао Хэнлу использовал в бою связку в пять ударов, которые ребята делали похожие. И выигрывал, в общем-то, многие бои за счет этой связки. Это идет уже работа через захват. Через захват, потом уже идет развитие атаки. Первое название богомола Тайдзи исходит из того, что в богомоле присутствует как жесткая техника, так и мягкая. Поэтому появилось это название Тайдзи. Мэйхуа, я уже говорил, что Мэйхуа, это потому что одна из версий Хао Хэнлу использовал пять ударных техник разных на лэйтайе. Это ребята демонстрируют разные варианты развития через захват. Для фильма специально они в большинстве техник демонстрируют не по кругу, а прямолинейно, чтобы было видно непосредственное исполнение. Парный Шуанфэн и круговой удар. Идет двойная заблокировка правой руки и атака передней рукой с другой стороны. Существует тут несколько развития этих ударов. Здесь они будут демонстрировать круговой удар и удар снизу. И пошел удар снизу. И, соответственно, меняется, начинает работа также другой. Это уже идет, как бы, развитие, работа, вернее, на атаке, когда один атакует с одной стороны, потом переходит на другую. Так называемое лоу, обтекание или обман, увертка. В богомоле есть так называемых пять лоу. Четыре – это работа руками. Вот ребята показывают следующую лоу. И пятое лоу – это работа корпусом или защиту корпусом. Где присутствует нырок, оттяжка назад, уклон и просто убрать на ногах. Это идет уже развитие. Обратите внимание на работу корпусом в ударе. В богомоле одной из очень важных составляющих – это работа корпусом. Многие в современном ушу, к сожалению, не понимают, что должно быть обязательно шеньфа – работа корпусом. Ребята показывают еще разные виды техник, которые присутствуют по школе богомола. И тоже пошло развитие. Технический арсенал рук, я уже говорил, что очень богат. И, конечно, невозможно все брать, используя то, что все наработать сразу за разом. Поэтому берутся конкретные приемы и нарабатываются. В начале всегда начинаются так называемые движения на ногах, чтобы тело подготовить к работе в парах на перчатках. Когда ученики двигаются и делают защиту корпусом, потом это переходит на удары руками. То есть делаем простые вещи, что в боксе называется бой с тенью. Происходит бой с тенью в двух стойках, потому что в нашей школе работа в двух стойках, как в левой стороне, так и в правой стороне. Обычно здесь делается простой удар. Это уже пошло с использованием разных технического арсенала и по богомолу. Уже с развитием идет. Уже по такой бой с тенью. В двух стойках и в разные стороны. Обязательно в парах работая, чтобы почувствовать партнера приметиться, где он открыт, куда носить удар и соответственно двигаться и защищаться. Защита корпусом. Первый номер атакует удары. Прямой боковой снизу. Второй делает защиту корпусом. И соответственно защиту на ногах, движения на ногах. Это очень важное упражнение, которое я считаю, что надо практиковать в любых искусствах, независимо от этого, что это каратэ, ушу или что-то другое. И тоже идет ответ. Первый номер продолжает атаковать. Второе дело защиту корпуса и отвечает одиночными ударами по корпусу партнера. Защита передней рукой. Один атакует одиночными или связанными ударами. Второе дело защиту передней рукой. Разные виды блокировки. Здесь ребята включают защиту локтем. Хотя локтем мы не показываем, но здесь защита в богомоле. Локтем не только удары, но и защиты. Защита двумя руками. Первый номер тоже самое. Атакует постоянно ударами. Второе дело разные защиты или разные варианты защиты руками. То же самое работает другой. Обратите внимание, что они поменяли стойки. Работали оба в правосторонние, потом поменяли в левосторонние, а потом оба опять в разноименную стойку. И опять вернулись. Первый номер атакует, второй делают защиту и атакует в три-четыре удара. Уже корпус, корпус, голова. И первый номер защищается руками и снова начинает атаковать. Очень хорошая наработка. Дает возможность работать от защиты, взрываться, контратаковать. А первому номеру атаковать, защищаться и снова атаковать. Это уже пошла работа, вернее отработка техник, которых они до этого делали на руках. Если они на голых руках как бы смотрели на технику, то сейчас уже идет больше, как бы первый номер должен, ну грубо говоря, попасть. Второй тоже должен попасть. Уже ближе к реальности. Перчатки, конечно, очень важный элемент в нашей школе, потому что без перчаток невозможно, я считаю, нормально научиться технике, не важно это техника богомол или что другое, а также техники поединка. Перчатки предохраняют от травм как руки учеников, так и непосредственно их лица и вообще здоровье в целом. Это уже пошло развитие. Через атаку. Атака, защита и контратака с развитием дальней рукой. Перчатки появились в богомоле в тридцатые годы, когда в некоторых школах Шаньдуна поняли, что невозможно работать только голыми руками, чтобы была постоянная практика и не было травм, надо вводить защитные действия. Потому что, как показали первые чемпионаты, первый и последний чемпионат в Китае в Китае, первый прошел, по-моему, в двадцать седьмом году, из-за того, что было очень много травматизма, 13 полуфиналистов были признаны чемпионами, в том числе там был один мастер по богомолу. И финальные бои решили не проводить из-за того, что очень много было травм. Люди, то есть, дрались голыми руками. И непосредственно, одно из правил турнира было такое, что в случае смерти участника, организаторы берут расходы по отсылке гроба с покойником на его родину. Второй чемпионат проводился уже только удары по корпусу, а провинциальные чемпионаты проводились также в гол. И вот в Шаньдуне, на втором чемпионате, в Китае уже тридцатые годы, один из мастеров по богомолу, очень известный Бан Ю Цань, в финале, ну, убил человека в финальном бою. Но когда он поехал на всекитайский чемпионат, где дрались только по корпусу, в голову не били, он был дисквалифицирован, злые удары, постоянно удары в голову. Ну, в богомоле очень много идет техник в голову, поэтому просто так вот нельзя отучиться. Ну, и последний чемпионат они провели все китайские по саншоу в перчатках, где было сказано, что это полная порнография, было письмо большого количества мастеров, которые сказали, что это не уши. Конечно, я считаю, что ошибка была сделана изначально, то есть школы должны были сначала научиться работать в перчатках, а так, конечно, когда люди что-то там делали голыми руками и только в бою одели перчатки, конечно, работать невозможно, неудобно, непривычно. Это ребята показывают разнообразную технику богомола в перчатках, уже отрабатывают, уже отрабатывают не так, как они отрабатывали потихонечку голыми руками, отрабатывают более-более реально. Это пошло уже развитие удар снизу, удар сбоку, и, конечно, защита, и, конечно, движение на ногах. И уже тут пошло движение по кругу, все время смещение происходит. Работа в разноименных стойках, очень важный аспект. В богомоле, конечно, преобладает правосторонняя стойка, но есть, конечно, левосторонняя стойка, но в основном техники придут правосторонние стойки. Но мы нарабатываем двух стойках, чтобы работать против противника, как стоящего, короче, стоящего противника, стоящего в обоюдной стойке. Ну и, конечно, техники. Есть техники, которые работают только против правосторонней стойки, есть техники, которые работают против левосторонней стойки. Все техники выучить на обе стороны невозможно, нереально. Это мы можем посредить всю жизнь, но результат всего не будет. Ребята, конечно, все равно стараются работать даже в предчатках аккуратно, потому что травмы никому не нужны. Но можете не сомневаться, каждый из них может очень сильно ударить. Поединки. Поединки начинаются у нас от простого к сложному, от поединков по заданию к вольному, переход к вольному бою. Сейчас ребята показывают поединок правосторонней стойки прямого удара. Это уже идет в левосторонней стойке, то же самое, прямые удары. Передняя работа. Обратите внимание, что идет работа только передней рукой. Второй рукой, задней, они прикрываются или защищаются. Это уже идет добавление боковых ударов. То есть они работают не только прямой удар, но же и по-разному работают, разные варианты ударов, кем можно делать в перчатках. То же самое, в левосторонней стойке. Разные варианты ударов руками. Это уже пошла работа. Первый номер в шлеме атакуют прямые удары. Второй делает контратаку по богомолу на отходе. Работа на отходе происходит. Это сменная роли. Уже другой работает. Другой атакует, другой работает на контратаке. Защита делается на контратаке или одной рукой, или двумя. Соответственно, с развитием. Но здесь у нас идет работа удара только передней рукой. Это в разноименных стойках пошла работа. Один атакует, второй защищается и контратакует. Пока работа идет только передней рукой. Бьющая рука передняя. То же самое работает другой. Здесь уже пошла работа в правой стороне стойки. Первый номер работает на атаке. Второй работает на контратаке. Не только прямые удары, но и боковые удары. То есть идет уже вариация. Также работает второй номер. И прямые боковые удары на контратаке. Работа то же самое происходит только передней рукой. И еще рука передняя. Защита двумя руками соответственно. В разноименной стойке работаем. То же самое. Разные варианты ударов. Не только прямой, но и боковые удары сверху. В правой стороне стойки добавление второй руки. Первый номер работает передней рукой. Второй работает по заданию в легкую. Защищается двумя руками. И также контратакует двумя руками. То есть у нее идет развитие контратаки. Иногда на тренировках бывает так, что вся тренировка полностью посещена вот именно по единкам, по заданию, с переходом, ну, по конце к вольному бою. А иногда бывает так, что ребята работают на технике. Я уже об этом говорил. И в конце они проводят тогда или сразу в вольный бой, или поединке по заданию. По тому заданию конкретному, которое было до этого отрабатывалось. Это уже идет работа двумя руками. Оба работают на атаке, на контратаке. И как бы пока только с работой передней руки. То есть защита двумя руками, работа передней рукой, бьющая. Но, соответственно, уйдут все удары. Вторая рука в ударах не участвует. Она участвует только в защите. И это уже добавление. То же самое, только добавление боковых ударов. Обоюдное. И, конечно же, защита не только руками, но и защита корпусом, защита на ногах. Что очень важно. Потому что нельзя. В поединке все перекладывают только на защиту руками. Защиту руками не всегда получается. Можно пропустить удар. Поединок. Поединок правой стороны у стойки. Здесь уже ребята отрабатывают. Вернее, не отрабатывают. Делают все то, что у них получается. Это уже как контрольное. То есть, что они учили, уже показывает уровень. Кто что может. Конечно, в дальнейшем надо не только уметь работать в бою, но и иметь индивидуальную манеру ведения боя. Это очень-очень важно. То есть, не могут все работать одинаково. Поединок только работа в двух стойках. Тут уже они работают не только в правой стороне, но также происходит смена стойки. И вот как сейчас работа в разъеменных стойках. То же самое они стараются использовать весь технический арсенал, который они знают и умеют делать. Включая защиту руками, защиту корпусом и разнообразную атаку руками и контратаку. Вот то, что ребята показывают, это и есть результат трехлетней работы с начала формирования школы Богомол, вот именно по парной работе. Как мы начали заниматься парной работой. Перчатки еще раз и говорю, что мы отделили год назад. Спецупражнение по школе Богомол. Ну, как бы не там, не то, что по школе Богомол. В том числе были некоторые упражнения, введенные из бокса в Якунице. Значит, первое спецупражнение в Богомоле очень важное. Самое главное, это работа на лежачем шадая. Это упражнение номер один. Мастер Махайнцин. Восемь лет периодически бил по шадаю. Из-за этого у него была очень крепкая железная ладонь. Это уже захват шадая. Специально для укрепления пальцев на захват. Второе упражнение, которое идет после лежачего шадая, по важности Богомоле, это работа на висячем шадая, то есть на мешке. Ну, вначале можно в легкую поработать по разнообразному или вот так начинать отработать разный вид ударов. Как кулаками, потом пойдут ладонями, там боковые удары и так далее. Если лежачий шадай дает как бы жесткость непосредственно ладони, руке, то висящий шадай, конечно, ну везде, как в Богомоле, как в боксе, как в карате, это важный элемент игровки, который дает силу, дает выносливость. Отработка удара бончуя. Два варианта существует бончуя. Боковой и сверху. Работа локтями. Ну, вообще фильм не был посвящен работе локтями, но раз записали, мы решили это вставить. Как развитие, через год будут показаны броски, работа ногами, будет показана работа локтями, сваливание, высекание. Это уже и пошла работа в разнобой. В двухстойках. Работа на лапах. Тоже очень важный раздел работы. Как бы введен в Богомол из бокса, который я лично очень уважаю. Как нарабатывается, как мы нарабатываем, как просто удары, обычные прямые удары, боковые удары. Также нарабатываются связки, комбинации, более сложные вещи. Работа в двухстойках. Работа на лапах очень важна. Это уже пошла работа на лапах, только уже по методике Богомола. Мы отрабатываем как чисто, боксерскую технику на лапах, так и непосредственно то, что есть в Богомоле. Работа с мячом из бокса. Очень хорошо учит расслабляться. Приходят на занятия ребята, которые очень жесткие, от природы могут очень хорошо бить, но проблема одна, а не деревянные. Вот это одно из хороших упражнений, с мячом чисто на расслабление. Первое, первое в начале. Это просто чекание, потом добавлять удары. Работа с мячом на резинке. Также можно ввести в тренировку, вот у меня на реакцию. В заключение я хочу остановиться, как школа Богомола мастера Маханьцина появилась в России и в Москве. В 1991 году Илья Профатилов, который в дальнейшем стал моим учителем по Богомолу, который для меня является мастером, В 1991 году он поехал на учебу в Пекин, университет Байдай. В Пекине в 1991 году через знакомых китайцев ему удалось познакомиться с мастером Маханьцином, у которого он стал заниматься Богомолом Тайдзимой Хуаталнанцуань и Богомолом Люхэталнанцуань. За период с 1991 по 1997 год Илья у мастера Маханьцина выучил две эти школы как систему, которая включает в себя не только формы, кулачные формы с оружием, а также парную работу Гошоу в шесть этапов. И, в общем-то, они прошли понимание тактики, стратегии ведения боя в Богомоле, что является как бы вершиной парной работы. Сам Илья сейчас в данный момент живет в Америке, где у него есть сеть школ, много учеников. Он проводит не только занятия, проводит также семинары. Последние семинары прошли у него в Альбакерке, прошли в Бостоне. Сейчас в Америке люди, которые долго занимались местных китайцев Богомолом, поняли, что Илья является как раз специалистом по парной работе в Богомоле. И он может реально научить, как технику Богомола не только делать в формах, но как ее можно применять. Илья с мастером Маканценом занимался в квартире или в парке. Вот вы сейчас видите, они тренируются в его доме, изучают форму третьих локтей. и, естественно, разбирают применение Чихайшова. Последние занятия у Ильи с мастером Маканценом были в 97-м году, как раз вот в съемке 97-го года, когда тренировался Илья на улице. Это был последний год, когда мастер Маканцен был жив. После смерти мастера Маканцене его школу в Китае и в Пекине возглавил его сын Малей. Малей с детства занимался Богомолом, занимался УШУ, закончил Пекинский университет физкультуры. Он сейчас слева на картинке. В данный момент он является ведущим специалистом по рукопашному бою в Академии госбезопасности КНР. Занимается развитием рукопашного боя как системой для китайской полиции и спецподразделений. Конечно, они строят свою систему рукопашного боя на технике не только традиционных школ китайского УШУ, также они включают туда бокс, борьбу, элементы карате, то есть все, что можно быстро и реально выучить и научить людей за пару лет обучения в Академии. Малей также является, в общем-то, как бы человеком, который занимается развитием в Китае саньда, и он является одним из организаторов проведения матчевых встреч саньда против бокса, саньда против тайского бокса. В московской школе Богомола каждый год Илья приезжает проводить семинар один-два раза в год непосредственно по парной работе. Семинары могут строиться по работе руками, на атаке, на контратаке. Могут быть специальные тактические и стратегические темы. Также идет работа руками, ногами, в целом броски. То есть темы семинаров совершенно разные. На семинарах собираются люди, которые занимаются Богомолом. Посторонних людей нет, потому что невозможно прийти со стороны, в общем-то, понять, что мы здесь делаем. На семинарии бывают ребята, те, которые занимаются Богомолом в Москве, которые занимаются Богомолом в Киеве. И также приезжают ребята, которые занимаются в Питере Богомолом в Иван Юйшане, Богомолы школы Ван Юйшане у Дмитрия Моисеева. В заключение я хочу сказать спасибо, что вы посмотрели наш фильм. В общем-то, и пожелать всего наилучшего. Если у вас есть какие-то вопросы по фильму, в общем-то, какие-то комментарии, можно написать на наш сайт, есть форум, и там вы можете задать свои вопросы. Спасибо, всего хорошего. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok